Всем привет! Сегодня 5 марта 2018 года. С вами Виктор Фурзов и сегодня у нас на канале куколка Зафобус Морио Жука Чернотелки или гигантского мучного хруща, как говорится его по-русски. Русское название латинское Зафобус Морио или согласно новой систематике Зафобус Атрата. И вот перед нами куколка, которая уже почти превратилась в амага, потому что мы наблюдаем, что она темнеет постепенно и соседняя ее куколка уже жег. А вот эта куколка, и мы видим, в чем особенности этой куколки, что эта куколка открытого типа, не слитого типа, как у бабочек, где все конечности полностью слиты вместе. Здесь видим, мы наблюдаем сразу же, что три пары конечностей ножек у насекомых. Три пары. Видим, вот кисточки показывают. Первая пара, вторая, третья пара ножек. А вот тут лапки. Вдоль дорсальной части сложены лапки. Первая пара лапок, вторая и третья пара лапок. И видны даже вот тут когатки просвечиваются через оболочку, уже потемняющие когатки. А где же голова на этом чудовище? Голова вот она, мы наблюдаем, вот глаз. Показываю глаз. А вот тут, сверху вот здесь, передняя грудка. Вот это отходит усик. И вот вниз отходит усик. А вот это вот мандибулы или жвалы с потемневшими темными вершинами. Так, сейчас чуть-чуть приблизим. Итак. Вот они, вот они мандибулы. А что это вот за маленькие такие детали? Это нижнегубные щупики, которыми уже родившаяся имага будет ощупывать свою пищу и поверхность. Вот эта часть головы называется наличник. Она здесь представлена в виде такого прямоугольника. И поскольку здесь мы вроде бы можем наблюдать, что передний край прямой, соответственно, можем предположить, что это будет самка. Но тут просто еще не потемневшая и плохо просматривается. Если прямой край, то это самка. Если будет здесь полукруглый вырез, это будет самец. Так, вот здесь, повторяю, глаз виден фасеточный. Здесь у нас рефракции цвета. Видим только один глаз, а второй вот с другой стороны. И видим здесь лапки. А вот здесь еще наблюдаем интересную какую-то пластинку. Вот пластинка и вот пластинка. Загнутая между ножками. Поддерживает. Причем, видите, даже немножко двигается. Куколка открытого типа, она достаточно подвижная. Можно подвижить немножко лапку. Итак, что это? Вот здесь вот усик. Еще раз повторю. Первая пара ног, вторая и третья. А вот здесь маленький, как листик, завернутый внутрь. Разгадываем. Это зачатки крыльев. Вот они, зачатки крыльев. Очень интересно наблюдать, как эти зачатки крыльев уже превращаются в крылья в момент окукливания. Не окукливания, а в момент раскукливания, в момент превращения куколки в имага. Когда приходит превращение куколки в имага, процесс продолжается метаморфоза, потому что метаморфоз состоит из превращения личинки сначала в куколку, в такую чудо-рнацкую. Видите, а потом куколка превращается во взрослого жука. Три стадии развития. Яйцо, личинка, куколка и мага. Четыре. Личинка отличается от куколки. Куколка отличается от имага. Все как три разные формы жизни. Итак, вот это вот зачатки крыльев. Они расправляются. Сначала на куколке трескается посередине, по вот этой линии шкурка. И буквально как змея из этого содержимого вылезает потом жук. Сейчас тут еще развивается сама имага. И мы видим, что пока что движения никакого не происходит. Куколка в таком спящем состоянии находится. Видим, что здесь верхняя часть таргита, вот брюшка вот такие вот большие. И они с боков имеют вот такие сильные шипы. Сильные шипы. Можем предположить, соответственно, с наблюдением и опытами ученых, что эти шипы нужны для передвижения куколки. И вот здесь вот еще фурка. Вот здесь вот шипики на конце брюшка. Куколки тоже нужны для передвижения. И тем самым еще куколки отбрасывают друг от себя всех, кто их тревожит. В частности, в случае окукливания куколка может оказаться рядом с чьей-то личинкой. Соответственно, если это личинка или хищник потревожит куколку, ну и эту, которая уже совсем сонная, хочет превратиться. А такая активная молодая куколка, то куколка активно начинает двигать брюшком. И тем самым она отталкивает от себя или хищника, или отталкивает просто личинку. Потому что у зафобуса очень четко выражен каннибализм. В случае присутствия личинок друг с другом, личинки могут пожирать одни другого, восполняя тем самым белковый дефицит. А в случае, если их рядом находятся такие куколки, то они друг от друга отбрыкиваются таким образом при помощи вот этих шипиков. И в таком, в рыхлом субстрате могут активно закапываться и немножко передвигаться. А вот эти зачатки крыльев при превращении в вымога расправляются. Расправляются вдоль тела, вдоль брюшка. И буквально на глазах в течение 15 минут, об этом есть у меня отдельное видео, они потихонечку затвердевают. И из них выходит над крылья и сами прозрачные крылышки. перепончатые крылья, и которые находятся под над крыльями. При превращении в вымога сначала жук становится очень мягким, таким белым. Он буквально становится жестким. Он выходит белого цвета такого, потом желтеет, потом становится коричневым. Несмотря на то, что внутри кажется, что он станет коричневым. И только где-то через неделю-десять дней он становится полностью черным. Оправдая название жуков чернотелок. Видим, что спящая куколка практически не двигается. Но думаю, что в течение нескольких дней она должна превратиться во взрослая насекомая. И мага. Вот такой коротенький рассказ про куколку. Напоследок хочу показать рядом с этой куколкой все-таки другого, самого жука. Вот вам, пожалуйста, жук. Кстати говоря, что окукливание не всегда проходит успешно и превращение в имага. Вот мы сейчас посмотрим. Видите, что вот это имага. Жука такого страшненького. Он тут немножко активный. Сейчас мы его за лапку будем держать. Видим, что при превращении имага шкурка куколочная не была сброшена. Осталась на кончике брюшка. И фактически получился полужук, полу-куколка. Это самец, кстати говоря. Лапки все его активные, ножки активные. А вот брюшко и все его половые отличия, достоинства не появились и даже не расправились над крыльями. Возможно, причиной является слишком холодная температура. Он оказался рядом на подоконнике. Или какая-то внутренняя причина повреждения легкой куколки при перенесении. Видим, что вот кусочки шкурки куколки фактически здесь собрались на конце брюшка. Вот я их пытаюсь так даже как бы снять. Они обычно так легко отделяются лапками жука. А этот жук их не смог счистить. Даже как не смог счистить. Вот так вот так вот. Вот так с над крыльями. Так вот сейчас может что-то получится. Может быть мы его освободим? Навряд ли, навряд ли. У него уже здесь засохло. Это куколочная шкурка на конце брюшка. И уже мы его не разъединим с остатками куколки. Получился полужук, полукуколка. С такой неприглядным хвостом. Это с ним не произошло, что он умирает. Нет. Он просто не превратился до конца жука. Сейчас покажу его чуть-чуть сверху. Вот видите. Такая куколочная шкурка осталась на жуке. Так что и такое происходит в мире насекомых. Когда рождение до конца в результате метаморфозы не заканчивается. Видим, что здесь вот одно над крыльями буквально получилось как бы сломанное. Оно расправлялось из своих зачаточных лепестков. А вот такая вот коричневая шкурка, которую я сейчас пытаюсь все так счистить, она еще не сошла. Смотрели так. Пытаемся его немножко освободить от куколки. Но это вряд ли удается. Сама легкая шкурка легко счищается. А вот кончик брюшка, думаю, освободить невозможно. Так что вот такое пример вам показываю. Вот вам куколка. А вот вам и жук-уродец. Почему получился жук-уродец, до конца мы не можем сказать. Ну и такое, такой тератегинез уродства наблюдается тоже в мире насекомых. Спасибо за интерес, за внимание. Покажем еще, если жук-уродец немножко выживет, подпитается. Мы его еще покажем отдельным сюжетом, поговорим о нем крупным планом. Вот видите, у него вырез на наличнике. Это самец. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Будет продолжение. Следует. Всего вам доброго. Из Киева, столицы Украины. С вами был Виктор Фурсов. 5 марта 2018 года. Вот он, вот он жук. Бегунок. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok.